С первого сентября организации питания в школах Одинцовского округа займется муниципальное автономное учреждение, комбинат питания, Доброе кафе. Руководители проекта провели презентацию для родителей, учеников и работников сферы образования. Повестка, если говорить казенным языком, нашей сегодняшней встречи, я больше назвал бы это встречей. Повестка, это презентовать еще одно новшество, еще одно, один новый проект, проект главы округа Андрея Иванова, это комбинат питания, Доброе кафе. Руководитель муниципалитета неоднократно критиковал предыдущую частную компанию, отвечающую за питание в школах. Андрей Робертович вместе с родительской общественностью проводил инспекцию питания, контроль, не раз выходил в школы. Он тоже дегустировал, как и родитель, как глава округа, он дегустировал то, что едят дети, и, в общем, подверг достаточно объективной критике то питание, которое было детям предоставлено. Претензии к качеству и ассортименту предоставляемых блюд возникали у самих школьников и их родителей. Слипшиеся макароны, каша с комками, жидкий суп. Дети зачастую просто отказывались от обедов. Было много того, что не устраивало детей, много было каш. И дети, получается, особенно первой смены, ну, сказать мягко, были голодные в школе. Мы, конечно, очень рады, что пришла такая муниципальная организация. Я думаю, что дети будут намного довольнее, будет все устраивать, все будут сыты. Цель создания комбината – принципиальное изменение качества питания во всех школах Одинцовского округа. Главная задача на ближайшее время – переход от системы столовой к формату школьного кафе и внедрение нового меню. Мы – муниципальное учреждение, мы – некоммерческий оператор. Именно поэтому для нас не является основной целью извлечения прибыли. Мы хотим быть настроены на то и доводим до персонала, что каждый школьник для нас – гость. Реформу местные власти готовили совместно с Федерацией рестораторов и ательеров России и привлекали к обсуждению признанных экспертов. Акцент делали на правильное и сбалансированное питание. Мы с вами прошли советскую школу и советскую систему питания, где государство было очень заинтересовано в здоровье нации. То за последние 30 лет, если вы посмотрите, мы стали питаться по сути скудно. Стоимость завтраков и обедов в современном школьном кафе не изменится, заявляют руководители проекта. Зато будет возможность безналичной оплаты, дополнительные услуги питания, видеоконтроля работы комбината и пунктов приема пищи, а также системы обратной связи от учеников, родителей и педагогов. Полина Толмачева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Примерно. 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 Примерно.